И снова здорово, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш тренинг по иммунальной терапии. И вот сейчас рассмотрим приемы сидя. Значит, давай рассматриваем грудной отдел. Мы его будем рассматривать дифференцированно по частям. Соответственно, начнем с нижней части грудного отдела и грунтопоясничный переход. Для этого попросим человека положить нашу модель красивую. Руки вот сюда в замок. Подбородком касаемся ключицы. Локти сводим, чтобы были вместе. И сгорбись. Скручиваемся по одному позвонку. Посмотрим, чтобы она как улитка. Еще, еще, еще. Доходим, доходим. Вот до сюда доходим. В данном приеме мы будем толкать за локти в грудную клетку, получается. А с этой стороны упираемся в грудную клетку. Именно в тот отдел, который хотим мобилизировать. Движение получается. Вот на скеллете. Видите? Видно скеллеты, да? То есть движение получается вот такое. То есть локти примерно за нижние ребра подталкивают чуть выше сантиметров на 10-12 мы упираемся выше. Обхватили человека. Чтобы волосы не мешают. Оп. На меня падаешь. Расслабились. Подожжай, когда расслабиться. И вот такое кивачное движение вверх. Ну, я чуть выше, то уперся, надо пониже пеяться. Переходим теперь к среднему грудному отделу. Для этого чуть-чуть она распрямилась. Можно схватить уже за запястье. Включу себя опять. Подрешаю, чтобы в замоке. Я выпираюсь в грудную клетку в средний отдел. Оттянули, попружилили так немножко в сторону. И... И толкнули. Верхний грудной отдел. Руки в замок. Не, держите же все правильно. Правильно, держим здесь. Даже... Ну, можно вот так вот сделать. Можно сделать вот таким способом, когда мы скрещиваем руки спереди. Берем за локти. И вот я прямо сюда вот упираюсь, где я хочу произвести воздействие. Раз. И наоборот меня руки. И два. Теперь шейно-грудной переход. И входим сюда. Руки опять кладем в замок на шею. Не на челюсть, не на челюсть, а на шею. Мы своими руками делаем как бы вот тут такую распорку. И помогаем разойтись именно в этом участке. Проникаем опять под... Ой, дай пролезть. Только аккуратней. Могут подмышки немножко там кожи натянуться. Вот я пониже, видите, сюда кладу руки, вот сюда. И сам встаю повыше. Провисали на меня как в гамаке. Провисли и... Еще подмышки не тянулись? Да. Если подмышки тянутся, то через полотенечко тогда делаем. Да, через ткань. Либо в футболке. Чтобы она скользила по коже. Где сейчас хвост надо почувствовать? Вот здесь. Да, вот прямо здесь был хвост. Обратите внимание, руки были у него здесь. Клади еще раз. Замок и большие пальцы вот тут. А теперь верхний отдел шейный. Для этого на затылочную кость кладем. И пальцы расширяем. Вот у нас получается упор. Вот прямо здесь вот. Очень удобно лежат наши руки. Два способа. На флексию она согнулась. Я проникаю вот сюда. И уже возлагаю руки на ее руки. Только сами в замок не берите. Тянем назад. И толкаем вверх. Первый способ. Второй способ. На экстензию смотри в потолок. Я подсел. И видите, я уже мои локти две. Я расширил максимальные локти. Как крылья у бабочки потолкали. Попружинили. И толкнули. Вверх. Как будто бы баскетбольный мячик мы толкаем. За череп. Вот так вот вверх. Будут высчитаны именно атланто-октипитальные и атланто-оксиальные суставы. А в следующем видеоролике мы рассмотрим приемы для шеи. Когда идем на скрутки и правки атланта. Об этом в следующий раз. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами был Олег Алабудин. Итак, дорогие друзья, мы занимаемся исключительно практически. Отрабатываем все приемы друг на друге. Поэтому вам надо быть здесь, на этом тренинге. И я вам поставлю руки. Всему научу. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова